Добрый-добрый-добрый день, добрый-добрый вечер, добрый-доброй ночи, у кого какое время и у кого какая страна. С вами снова я, ваша Вивиена, на канале Вивиена и жизнь. Здравствуйте, мои дорогие подписчики, здравствуйте, дорогие мои гости канала и здравствуйте те, кто первый раз зашел на канал. И если вы увидели это видео или другие видео на каналах Вивиена, то значит вам высшие силы сказали и дали знак, ангелы дали знак, посмотри, здесь ты узнаешь что-то интересное, что-то доброе. А канал у нас добрый, гармоничный, с раскладами, с ритуалами, с медитациями, с онлайн-чистками и очень много различных разговоров по психологии отношений. А сегодня мы с вами проведем такой расклад, этот по просьбе, по просьбе трудящихся, расклад Таро Онлайн, что он решил по поводу вас. Конечно, этот расклад больше подходит для тех, у кого какое-то недопонимание, может быть конфликтная ситуация, может быть расставание, то есть такое. Да и вообще все такие расклады счастливые пары не смотрят, у них и так все понятно. Смотрят тогда, когда есть качели, манипуляции, когда есть расставание, когда поругались и не можете найти общий язык. И мы это посмотрим, мы залезем в его голову и это решим. Я понимаю, что вы смотрите различные каналы разных тарологов, кто-то смотрит Светлану Веду, и я вам ее рекомендую, а она тоже рекомендует меня. И на главной странице у нас есть именно значки друг друга, что мы друг друга рекомендуем. Посмотрите, у нее очень интересные ритуалы и расклады, и советы. И расклад у нас такой, и будем смотреть. Расклад общий. Расклад не по вариантам, общий. Хотите, смотрите, будет по двум колодам. Сначала мы будем искать его, что он эмоционально сейчас представляет из себя вы. И если это вам подходит, то тогда смотрим дальше. Расклады, которые в одном варианте, они действительно, если вы увидели свою ситуацию, это практически очень много будет напоминать им, как будто вы лично пришли на прием. Кому надо лично, пожалуйста, все мои контакты на экране, в описании и в закрепленном комментарии. Пожалуйста, пожалуйста, пишите в WhatsApp и в Viber, Telegram, именно на заказ. Если вы будете звонить мне, я не отвечу, потому что я занята, я принимаю людей, я снимаю видео, я их монтирую. Я занята. Я не могу отвечать на ваши голосовые и на ваши звонки. Пожалуйста, пишите буквами. И мы начнем расклад, что он решил по поводу вас. Потому что то, что вы там думаете, как он там думает, это одно. То, что у него там в голове крутится, это совсем другое. А еще человек может показывать реально совершенно другое поведение, нежели то, о котором он думает в голове. И мы поговорим еще потом с вами в конце, главное, чтобы я не забыла, о том, как мужчины манипулируют ревностью. И давайте начнем. У меня всегда стоят трейтинг-коды. Можно всегда посмотреть, отдельно переместиться. Если вот что-то вы прослушали, потому что когда мы слушаем таролога, даже сами приходим, то усваивается только 10% информации. Я прихожу к своей знакомой Лее здесь, где я живу, и я всегда записываю, говорю, погадай. Я всегда записываю ее гадание. Прихожу и переслушиваю, потому что что-то я вообще не заметила. А потом, переслушивая, я это увидела, услышала и поняла. Это всегда так, это надо знать. Поэтому и книги, когда мы перечитываем, каждый раз как будто новый фильм смотрим. Так, у нас тоже как-то кометражный фильм. Таро онлайн. Карты Таро, карты Ленорман. Что решил любимый по поводу вас? Мы будем всех называть любимыми. Даже если кто-то расстался, когда-то ваше сердце билось же за него. И сейчас он в ноги бьется. Поэтому это будет любимый. Это хорошее слово. Красивое и мягкое. Вот он у нас, видите, колоду тасу, и вот он выскочил. Вот он, я его прикрываю рукой. Сейчас мы его будем смотреть. Значит, мы вошли в его голову. И теперь ищем. Пока отложу. И теперь ищем его. Так, я неправильно сделала. Ну ладно. Нет, еще раз перетасую. Я сделала неправильно. Так, загадали мужчину. Ни о чем не думаем. Его запах. Глаза чувствуете. Только о нем думаете. Глаза в глаза смотрите. Воспринимаете его. И начинаем искать вашего мужчину. Вашего любимого. Мой голос лечит вас. Помогает вам. Снимает с глаза. Негативы. Слушайте, смотрите мои медитации и чистки. Так, вот у нас вышел наш мужчина. Так, мы посмотрим сюда. Так, вот так. Это убираем. И следующие три карты, которые уже пойдут внизу. Ну, могу сказать, что человек, на которого мы смотрим. У некоторых это может быть человек, который находится действительно в супружеских отношениях. У некоторых людей будет мужчина, понимаете, что-то у него с работой, что-то у него с деньгами. И какие-то договора не склеиваются, что-то не получается. На данный момент мужчина почему-то желает каких-то изменений в своей жизни, в своем здоровье, в своем каком-то фундаменте и восприятии мира. Потому что, где он живет или его восприятие мира, сейчас чего-то пошатнулись. Может быть, человек у некоторых принимает спиртные напитки или еще что-либо. Потому что здесь, может быть, какие-то даже лекарства его выписывают. И поэтому у него такое самочувствие. От многих лекарств меняется, например, координация. Даже от лекарств, которые от аллергии. Что сейчас, какой эмоциональный, вот что за мужчина. Знаете, вот у мужчины действительно что-то такое происходит эмоционально. Потому что он как-то отвернулся от общества, от людей. Замкнулся в себе. А пытается показать всем, что у него все прекрасно. Что он такой крепкий, такой красивый дуб с желудями. У некоторых действительно выйдет, что есть какие-то отношения. Вы тут пока не выпали, просто смотрим характеристику. Или у него брак, но не все в порядке. Понимаете, человек вообще, у него мысли все перепутаны. Как каша дружба в голове. Все туда напихали. И рис, и гречку, и перловку. Все подряд. Еще масло только забыли положить. Вот у него сейчас такое в голове. Человек как-то не понимает, что с ним происходит. Что-то ему психически тяжело. Но внешне он всем показывает, что он как-то жаждет перемен. Что он вот такой вот твердый петушок наш на одной ножке скачущей. С таким красивым переливающимся хвостом. А на самом деле у него там внутри все как-то все будоражится. Какая-то ширли-мырли. В голове туман. И давайте посмотрим теперь, какая вы. Вы не выпали тут. У него другие сейчас какие-то задачи. Они у него гораздо сложнее пока. Это у нас характеристика. Если подходит характеристика человека, то, пожалуйста, смотрим дальше. У каждого своя ситуация. Так, давайте вы. Вы какая у нас сейчас вас будем искать. Так, тоже карты перевернулись, чтобы они не переворачивались. А теперь переворачиваются. Так, ладно, мы вас ищем. Вы наша королева Крышинтеклера. Вот вы попались. Ну-ну-ну. У вас враг есть. Так, убираем. Если вы жена этого человека, у вас есть соперница и враг. Ну, это может быть, конечно, я говорю, и мама, и кто-то там из приближения. У каждого в своей ситуации. Может сотрудница даже на работе у мужчины, на которого вы смотрите. А может быть, действительно соперница. Потому что многие здесь будут смотреть, кто в отношениях или замужем больше подходит. Такое. Ну, здесь может быть такое, что на данный момент какие-то отношения, может быть, с этим мужчиной. И какие-то договоренности у вас тоже рушатся. У вас очень похожие карты с мужчиной. Какая вы? Сейчас мы все это соединим вместе. Ой, вы очень... Могу сказать, что вообще вы очень сексуальная, такая настроенная, привлекательная, сексуальная, такая горячая. Но сейчас у вас почему-то какая-то внутренняя, внутренний какой-то ступор. Или у вас действительно мысли какие-то, что нужно сделать вот это. Может быть, кому-то что-то купить. Может быть, устроиться на работу. У каждого свое. Тут есть какие-то задачи, которые у вас тоже стоят на первом месте. Но у вас не, вот как у мужчины, не туман в голове. А у вас есть четкие какие-то цели, которые вы себе поставили. Цели на решение этих задач. Потому что нужно сначала пожелать что-то, поставить эту цель, задачу и начать действовать. И тогда будет положительный результат и будет результат. Вот здесь такая женщина. Но могу сказать, вот у вас здесь стоит... Вы вообще очень мудрая женщина. И даже в интимных отношениях вы тоже мудрая женщина. Хотя ошибки мы совершаем все. Те, даже самые мудрейшие. Поэтому, девочки, если мужчины рождены от одной бабы, как говорится, есть такая пословица, то мы тоже, наверное, родились от одной женщины, от одной великой матери. Поэтому мы совершаем часто очень похожие ошибки. Вот таковы мы, женщины. Здесь идет такое, что действительно, прям как на голову села какая-то женщина вам. Вот она. У кого-то будет действительно, что эта женщина влияет на вашу жизнь. Может быть, и какими-то другими средствами, не очень честными. Это могут быть любые средства. У кого-то это может быть и на работе кто-то. Но здесь действительно идет женщина, которая желает вам не просто зла, а забрать ключ от двери, где, можно сказать, деньги лежат, как у Буратины. Ключ, где счастье. И вы внутренне вот сейчас так, что вы как-то понимаете, что вам очень тяжело, тяжело в общении, например, с мужчиной, который вы загадывали, или вообще в общении в коллективе. Вот как будто вы чувствуете, что кто-то вам мешает. Вот она и мешает. Очень злобная женщина, очень завистливая и такая... Посмотрите в своем окружении. Некоторые сразу узнают. Некоторые подумают, ой, у меня нет, есть. Завистливая женщина рядом с вами. Она вас видит. Она не где-то там вообще, то есть, ну, знает вас внешне. Очень завистливая, очень злобная и вообще не умеет, не умеющая как бы прощать и идти на компромиссы. Хитрая жаба, одетая в маску. Вот она мне жабу напоминает. Не лягушку, которая превратится в царевну, а жабу. А вот вы как раз лягушка царевна. Которая превращается в необыкновенную царевну. Красивую, статную, замечательную. Вот такая вы. У вас тоже есть переживания. Не очень у вас спокойно на душе, эмоционально. И самое главное, что здесь есть третье лицо. И эта женщина. И эта женщина очень плохо влияет на вас. И язык у нее дурной. И вообще она вся вонючая, вонючая и склизкая. Вот такое у меня прям идет ощущение. Хорошо, мы посмотрели мужчину, мы посмотрели вас. Если вам характеристика подходит, то смотрим дальше. И расклад у нас. Что ваш любимый, что он решил по поводу вас? Что он решил по поводу вас? Будем смотреть, что у него там в его голове крутится. Ну, давайте начнем так. Теперь мы вытащим карту в сигнификатор. Характеристика. Он сам выскочил. Характеристика мужчины. Я говорю, что вот у него не все в порядке. Он как будто... Вот у кого-то может даже и выпивать будет. Но как будто он под воздействием искушений. Дьявол, карта. Карта дьявола. То есть как бы человек сам себе не принадлежит. Человек делает то... Конечно, в любовных отношениях это дает плюс, такую яркость. Если это просто по психологии человека, как внутренне он, то это как будто его вот этот удав скрутил, и человек не может дышать. Он делает то, что не ему хочется, поэтому он не понимает. Это его сигнификатор. И действительно человек может быть очень даже сексуальный. Он очень любит, когда около него женщины. Много женщин почему-то он любит, чтобы на него все смотрели. И он уверен. Он поднимает себе так самооценку. Со всеми флиртует. Может быть в интернете, в инстаграме, там еще где-то. Но в интернете. Даже так. Не только даже на его. И на его очень любит, чтобы на него обратили внимание. Хорошо. Что он решил вообще, что он такое, что он решил по поводу вас. Ему не хватает общения с вами. Сейчас будем смотреть. Что он решил по поводу вас. Что он решил по поводу вас. Знаете, ему не хватает вашего общения. Ему не хватает вашего щебета. Вот не хватает, потому что вибрации вашего щебета, вашего голоса на него как-то воздействуют. Но что он решил по поводу вас? Понимаете, он в вас чувствует женщину, которая всех врагов разобьет. И его тоже. Но в то же время, что он решил по поводу вас, вы для него стабильный срок изобилия. Вы для него женщина, которая ему как-то подходит. Ну, что он решил вообще? Что думает такое? Ну, что я сам себе хозяев. Хозяев я, хозяев. А, ну вот видите, тут идет у него противоречие. Он за вами следит, прослеживает. Это может быть по-разному. Кто в соцсетях, кто через кого-то узнает, кто-то, может быть, звонит, где-то, где-то и пишет. А, вот здесь идет ревность. И вот как раз я сказала, что в конце расклада я с вами поговорю о ревности, о манипуляции ревностью мужчины. Что здесь идет, что он решил по поводу вас? А здесь идет как бы борьба. Кто в доме хозяин? И я, хозяин тайги под елками. Или ты, хозяйка саванной, со львами. И вот, понимаете, здесь идет такое. Он без вас вот вроде бы как не может. Тут идет такое, что человека тянет. Он за вами прослеживает любыми способами. Но здесь идет такое, что как будто, вот, знаете, хоть ему там 90 лет этому мужчине. 18, 20, 30, 50, 90, 100. Но он, понимаете, какой-то вот каприсный мальчик. Недолюбленный в детстве. Вот знаете, такое ощущение, что он его недолюбил. Может быть, мама. Может быть, когда действительно он вырастал и был, может, маленького роста. Может быть, был очень худенький. Может быть, был прилепеныш к маминой юбке. И на него девочки не обращали. У всех уже были там и сексуальные отношения, а у него не было. И вот это его задело. Вот что-то его задело. И теперь ему надо, чтобы его окружало много женщин. И жена, и любовница, и любовница, и любовница, и кого-то. Все подружки мира, все его. Вот почему-то он именно так. Некоторые не будут это проявлять, а будут просто переписываться, например, в интернете, на разных сайтах знакомств. Это тоже будет повышать их самооценку. Вот такой мужчина, как будто он не вырос в мужчину. Что-то у него такое вот, что он решил по поводу вас, что любимый решил по поводу вас. А почему вот он такой? Давайте посмотрим. А почему он как бы-то не дорожший-то? Ну, он говорит по справедливости то, что я сказала вам. Да, потому что он не получил вот что-то в детстве. Это по справедливости сейчас идет. Он не получил в детстве какую-то теплоту женскую или в подростковом возрасте. И теперь идет эта справедливость. Он всегда кого-то пытается, женщину и вас тоже, держать на крючке. И на крючке, который вы поняли, который между ног. И вообще на крючке прослеживать всегда ситуацию. Я, по моим правилам, все должно быть так, как я хочу. Вот так вот. Хотя иногда он это очень хитро-хитро-хитро проворачивает. Но здесь могу сказать, что здесь нарушение какой-то психики. И, конечно, здесь бы лучше обращаться действительно к специалистам, чтобы это убирать. Но люди живут с этим и не обращают на это внимания обычно. Мы с вами же тоже не ходим психологом каждый раз. А тоже же есть раны. Если я вам расскажу свои раны детства, конечно, они до сих пор на меня влияют. И у каждого это есть. Что он решил по поводу вас? Видите, что он решил? Права делить надо. Права, кто главней. Что он решил по поводу вас? Вот знаете, могу сказать. Если вы сейчас действительно в каком-то конфликте, ссоре, нет понимания, что у вас происходит. Потому что расклад будут смотреть те, у кого не так все просто в отношениях. Счастливые тут смотреть не будут. Понимаете? Он вот ему доставляет радость, когда вы страдаете, когда вы плачете. И он прекрасно понимает, что вы будете плакать по нему. Вот знаете, такой как бы он очень любит деньги. Я могу сказать, что жадноватый. Ну-ка, сейчас давайте посмотрим. Жадноватый мужичонка. Жадноватый. Сейчас посмотрим вот тут вот. Потому что что-то он как-то любит деньги, чтобы они были при нем. И даже если он в паре или женатый, он будет руководить деньгами. И женщина будет у него просить и на трусы, и на чашки. Ему так надо. Вот попросили, он даст. Еще подумает. Почему тут он выходит, что он такой жадноватый держит у себя? Ну, это потому что... Он считает, что это правильно, по справедливости. И у мужчины должны быть деньги, потому что и деньги, и все, и финансы он должен руководить всем. Потому что это правильный выход. Женщина не может этим заниматься. Женщина... Женщина у него птица. Не птица. Вот такая бабний человек. Не буду говорить как, чтобы никого не оскорблять. Но тут мужчина такой, да. Потому что он знает, что если дать бразды правления женщине, а он-то понимает, что вы можете это делать, то тогда будет конец всему. То есть он лишится вот своего трона. И он жадноватый. И что он решил по поводу вас? Вот понимаете, у кого еще отношения вот есть, они тут идут качели. И знаете, человек все время придет, уколет чем-то. Вы страдаете. Напишет, потом не пишет. Позвонит, потом не позвонит. И вот как-то держит все время вас на веревочке. Как-то нехорошо. А сам-то, извините, мальчик, мальчик-спальчик, сандальчик. Красный сандальчик у нас. Маленький мальчик сандальчик. Сандальчики. Так. Что он все-таки решил? Вот понимаете, здесь идет эгоизм человека. И не просто эгоизм. А вот ему нравится, когда вам тяжело. Когда он заставляет вас плакать и страдать. И он понимает вашу ошибку. Вы тогда его ждете. И он этим манипулирует. А он в это время и с Машей, и с Дашей, и с Глашей. И с Милашей, и с Любой. Ему это нравится. Уколоть, доставить больно. И потом поскакать, куда ему хочется по своим делам. А вы плачьте, ждите. Вот он хочет, чтобы было и так. И он поэтому, что он решил по поводу вас. Он прекрасно понимает. Так, мне нужно посмотреть. Видно карта. Видно. Что он решил по поводу вас. Он прекрасно понимает, что вы. Вы действительно женщина, которая умеет давать любовь. Вот такую вот энергию. Женщина, которая держит в руках удачу, колесо фортуны. И в то же время, понимаете, он хочет вас усмирить. Вот что он решил по поводу вас. А потому что он внутренний моральный трус. Не хочу обижать мужчину, который мы рассматриваем. Но он внутренний моральный трус. Он использует женщин. И тоже вас. И вас в том числе. И прекрасно понимает, что совсем бы потерять вас не хотелось бы. Потому что чувства у него есть какие-то. Ну-ка, есть у него какие чувства. То, что вы любимая, это да. Вы женщина, которая дарит любовь. Женщина, которая в руках колесо фортуны. Так, а какие у него чувства к вам? Что тогда он решил? Какие у него чувства? Ну, могу сказать. То есть, этот мужчина, извините, можно сказать, даже ходок у многих. У кого-то, конечно, это будет по переписке. Сейчас это очень много. Выгодно. Со всеми подряд переписываются. Это вот новое такое, новое хобби мужчин. Что вообще вот чувства его? Понимаете, он прекрасно понимает, что вы не просто так сошлись, вас в небеса свели, вместе за руку взялись. Что вы, есть какой-то покой, что с вами, что вы и силы, и покой, и внутренняя какая-то нравственность. Ну, ему всегда нужно, чтобы кто-то еще был. И что он решил по поводу вас? Вот понимаете, чувства. Чувства-то есть. Но, вот знаете, тут такое-то... И ты есть, и другая есть. И мне с тобой хорошо, и с этой хорошо. Но вы его чем-то задели так. Понимаете, вот все были одинаковые. Все горошины из одной коробочки. А вы какая-то та горошина, которую оказалось не раскусить. И он вот это вот не может понять. Поэтому он хочет вас все время задеть. Он даже хочет вас унизить. Вот тебе надо делать вот так, вот так, вот так. Вот ты будешь делать так. То тогда и я звонить тебе буду часто, и писать, и приходить. Вот понимаете, по его каким-то... А в это время, пока вы будете ждать, он будет другими развлекаться. Он считает, что это вообще ничего страшного нет. Нету. Вообще это все нормально. Он же мужчина. Но тут как-то занижена... У него, да, была самооценка. И теперь он таким образом эту свою самооценку поднимает с женщинами. Ну, знаете, я считаю, что мужчина должен завоевывать планеты, города, становиться президентом. А повышать свою самооценку только тем, что победил одну женщину, вторую, третью положил? Ну, извините, для меня, например, это не очень понятно. Я считаю, что это все-таки не есть мужчина. Это есть самец. Вот так. Давайте посмотрим, хорошо, чувства у него есть. И все-таки еще какие-то чувства у него к вам. Сексуальные, да. Ну, вот я говорю, он даже в сексе, может, в отношениях, он как-то, может, в конце или чего-то, вот, обязательно. Чувства у него есть, сексуальные чувства есть. Но он все время держит в напряжении на качелях. Все время, понимаете, вы как будто боитесь от него услышать что-то, что он такое скажет, но не то, что неприятно. Или как-то вы затормозитесь, прям замкнетесь. Отпускать он вас просто так не хочет. Что вообще тут идет, что он решил, давайте, другую колоду смотреть. Чувства у него есть, сексуальные чувства есть. Не могу сказать, что это любовь, потому что такое ощущение, что этому человеку вообще он родился и не умеет любить. Он умеет использовать, он умеет, чтобы была партнерша женщина, но он не умеет любить. У него любовь – это чтобы ему подчинялась женщина, чтобы она была с ним и делала то, что он хотел. Под себя он должен подломить женщину. А тут оказалось, как я сказала, все горошины одинаковые, а вы оказались золотой. Не раскусить сразу. И поэтому прекрасно понимает, что вы даете энергию, любовь. Потерять совсем бы не хотел, чтобы он решил по поводу вас. Вот пойдет он на примирение, на что-то еще, что он решил по поводу вас. Что он решил по поводу вас. Но могу сказать, так, кладу карты, что мужчина, знаете, вот он будет веселиться с кем-то, с другими. Как бы может поехать куда-то, может еще где-то найти, где угодно. Может через интернет даже так веселиться. Он веселится с ними, но он не получает никакого вот такого вот удовольствия внутреннего морального. Он потом вот повеселится и потом лежит весь опустошенный. Потому что здесь мужчина, вот если вас нет рядом, то есть и даже если вы разошлись уже, или у вас такое вот состояние, где-то что-то непонятное, потому что мужчина не умеет любить, девочки, не умеет. Он вызывает в вас ревности эти и не умеет любить. Я скажу об этом, вот пойти об этом, я скажу в конце видео. Потому что когда я начинала расклад, я думаю, точно вот это как-то пройдет по ясновидению. И точно проходит. Он вызывает в вас ревность, держит вас на поводке. И вот это получается. Потом я вам все расскажу, что это значит. Нет, он не прекратит вот это вот. И треугольники, и четырехугольники. Веселиться, надо танцевать. Женщина для удовольствия. Он пойдет туда, куда хочет. Ну вот здесь чувства, вот у него все-таки к вам есть. Но он их, понимаете, вот как будто его, вот в детстве или когда-то сказали, не показывай своих чувств женщине. Кто-то как будто, вот кто-то из старших это сказал. Не показывай, иначе она сядет тебе на голову и свесит ножки. Вот здесь он действительно сопротивляется этим чувствам. И он думает, что Маша, Глаша, Даша, другие, они как бы заменят вас. Ничего подобного у него не получается. После этого он весь опустошенный. Любая женщина не заменяет вас. Вот поэтому у него такая дилемма. А что, как надо, что решить, как решить эту ситуацию? Но он, тут идет такое, что он сам не желает этого. Потому что если он сам пойдет первый на восстановление отношений, на вот это примирение, на гармонизацию, тогда он скажет, ну какой же ты, даже я мужик. Это не мужик, это подъюбшник какой-то. Это лапша, это подкаблучник. И он считает, что он в этом по справедливости прав. Так, что он все-таки решит по поводу вас? Ну, я говорю, жадный, мужчина жадный, на деньги жадный, свое просто так не отдаст, и чужое еще может взять. И видите, что здесь выходит? Он сам не будет. Он вот внутренне, знаете, сам и разрушает все. Я не говорю, что в отношениях всегда виноваты двое, когда что-то не идет. Но здесь человек сам рушит. Когда он чувствует, что приходят чувства, какие-то эмоции, а не просто физическое удовлетворение, когда нужно взять на себя ответственность, он вас прекрасно понимает. Вы та женщина, которая создана для семьи, для дома. Вот такая женщина. А он это все портит, он вот специально рушит. И здесь он, что он решил по поводу вас, он понимает, что вам, ему так, настолько тяжело, да и денег, наверное, у него не хватит столько, чтобы сделать вас счастливой, настоящей женой. Чтобы хватало не только на хлеб черствый, с плесенью, но чтобы хватало на булочку с маслом, с черной икрой. А он понимает, что он до вас как бы не дорос. Потому что у многих выйдет, что женщина может и сама зарабатывать здесь, потому что у нее колесо фортуны в руках, и рук изобилие. И он это вот сам рушит, и сам от этого страдает. То, что мужчина страдает, да, но он пытается эти страдания, чтобы их не было, он пытается ходить в замену. Ну, какие-нибудь подружки, побрякушки. Подружки, побрякушки. Сам он, да, он просто говорит, что мне очень тяжело тащить. Вот я не потащу, я не удержу тебя, понимаете. Это не значит, что вы везете, там, например, 90 килограмм. Может, вы везете 45 килограмм. Но для него эти даже 45 килограмм или 42 килограмма, это будет неимоверной тяжестью. Потому что он привык делать только то, ответственность, ну, по каким-то правилам. Если это не входит в его правила, он не будет это брать на себя. Что он все-таки решил? Вот то, что жадный, да, деньги только к себе. Ух ты. Знаете, у многих могу сказать, моральный урод, простите. Морально бездуховный человек. Может быть, у него, конечно, с финансами сейчас какие-то есть затруднения, да. Он пытается выкарабкаться, хранит это втайне, может быть, какие-то кредиты. Но здесь еще, знаете что? Он считает, что это вы такая ведьмачка. Как иногда говорят, да ведьма ты. Это говорят женщине, которая сильная, которая в своей интуиции знает, что может произойти. Вот здесь он поэтому вас и боится. У кого-то действительно пройдет, что вы... Кто-то как таролог, знает карты, кто-то действительно по роду передали знания. У кого-то действительно сильная интуиция. И он прекрасно понимает, что до вас ему... Ой, как от Москвы до китайской границы. И я могу сказать, что этот человек как-то внутренний, вот можно сказать, моральный урод. Вот не дали ему в семье вот ту основу, что женщина есть мать, что ее нужно любить, что ее нужно как-то благословить. Может быть, как-то не так говорю. Здесь женщина, если она в семье жена, она рожает детей, режет капусту, печет блины, хинкалики, хачапурики. Все. То есть она... Ну, как точно так же, как, например, для чего-то нужна лошадь или корова в доме. Вот так для этого жена. Вот у него такое. А вас он воспринимает... Вот понимаете, что вы такая таинственная, и знаете столько, и чувствуете. И он вас боится. И что он все-таки решит, этот любимый ваш... Вы же его все-таки сердце у вас рассмотрите, расклад сердца-то плачет. Что он все-таки решит по поводу вас? Знаете, сам он никуда действовать не пойдет. Он почему-то считает, что именно вы должны каким-то образом появиться, заявить о себе. Ну, тогда он соизволит. Ну, и другие тоже будут. Соизволит. Что он все-таки решит? Ну, жадность у него превышает границы, то есть распределение своих финансовых средств. Или чьих, откуда он там получает. Вот понимаете, он очень хотел бы вас и увидеть. Ну, чтобы именно вы прискакали к нему на карете. Вы. Это вы должны решить. Понимаете? Вы. А он тогда подумает, надо или не надо. Буду или не буду. Знаете, как-то немножко обидно. Это как-то... Ну, хотя мы вот так вот иногда берем, проглатываем. Что он решил по поводу вас? И деньги у него на первом месте стоят. Все время идут. Знаете, он пока... Он сказал, ну, я пока посмотрю, как еще, что. Я еще подожду, потому что у него дилемма. Ну, я говорю, почему у него дилемма? Потому что мужчина какой-то недоросший. Недоросший. Мужчина какой-то морально скудный. Не обижайтесь девочке, которая смотрит расклад. Если он как профессионал, например, он какой-нибудь там... Или доктор, или инженер, или начальник, или еще чего-то. Ну, у меня в любой профессии он может быть суперпрофессионал, и с ним нормально. А вот в личных отношениях его не научили любить женщину. И сейчас вот что он решил по поводу вас, а он что решил? Ну, куда дорога выведет, туда пойду. Да, ну, если выведет правильно, ну, пусть оно само идет, движется. Надо выбирать. Надо выбирать. Ангелы сами выберут. Надо выбирать, надо думать, а решение принимать не желает. Тяжело ему решение принимать. Внутренняя душа скудная. Душа какая-то, вот эти... Душа нищая. И вы ему действительно эту душу поднимали. Вот для чего. И для его там карьеры, для всего, для его самооценки. А чтобы принять решение, вот тут, что он по поводу вас решил. Ну, он как-то... Ну, вот я встану на ноги, я что-то преодолею, у меня сейчас трудности, я сейчас не могу, я весь связан, перевязан, у меня есть обязательства. А к чему у него обязательства-то? Что у него там за обязательства-то? Обязательства-то, да, у него... Он действительно, ему на первом месте деньги, обязательства у него по поводу денег. Тайные какие-то деньги, может быть, это кредиты, кредиты тоже это есть, тайные деньги. И что он говорит? Вот он, понимаете, что он... По поводу вас, что... Я пока буду там идти, буду зарабатывать деньги, я еще не готов, я еще ничего не вижу, я весь перевязан, и вот он так вначале, как вышло. У меня туман в голове, может кто-то выпивает. Я буду... Еще, может, что-нибудь. Я буду чем-то заниматься, отвлекаться, это может быть работа, еще какие-то дела, может быть бизнес, может работа у кого что, может быть дом он будет, дом перестраивать сам, или еще что-то, гараж строить. Не важно, я чем-то буду заниматься или ремонтировать машину, что-то будет делать для того, чтобы, понимаете, чтобы вы, потом, он надеется, вы, вы выйдете первая на связь и на то, чтобы что-то сложилось, хотя он прекрасно внутренне понимает, что вы женщина непростая, непростая конфетка-монпансье, вы трюфель шоколадный. Возьмешь в рот горько, а потом так терпко, и вкусно, и тает все во рту. Вот вы такая конфетка. А он, вот я говорю, он такой непринимающий решение. И что он решил по поводу вас? Нет. Он втайне внутренне не отпускает. Он говорит, что это все равно ты моя женщина, ты моя. Устраивает какие-то вещи, вот действительно с ревностью, и как будто обиженный с этими ревностями, а на самом деле он устраивает, чтобы вы ревновали, вы. И что он все-таки решил? Ничего он тут решать не будет, потому что или ему надо дать, он ждет, когда вы дадите ему пинка под попу, так хорошо, чтобы яйца схрустнули, и тогда он что-то будет делать. А сам нет, он будет откладывать еще чего-то, чем-то заниматься, ничем, вот такое вот. да, вот, ну вот видите, то есть, вот что за мужчина, а? Вот как профессионал, я вижу, что, да, в работе он может быть асом, а вот по жизни, нет, он вообще не научился, он хочет, чтобы все было чужими руками, чтобы он не страдал, и ему было легко, свободно. Вот знаете, ему все время так хочется быть мотыльком таким, и чтобы около него все бабочки, 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 и он порхает, с цветочка на цветочек, с цветочка на цветочек, и бабочки за ним, вот такое вот, потому что он не любит никаких трудностей в личной жизни. И на самом деле он из-за этого переживает, у него комплекс, у него комплекс от этого, и поэтому он повышает самооценку тем, что у него какие-то другие есть отношения. Это могут быть и реальные отношения, это могут быть и виртуальные отношения по интернету, но сейчас, в данный момент, в наше нынешнее время, виртуальные отношения также опасны для разрушения семьи и отношений, как и реальные. Поэтому, то есть тут он возложил все на вас. Вам решать, понимаете, вот так-то расклад как-то идет такой, вам решать, если вы уже решили, ну, внутренне решили, нет, я не пойду, он еще ревнует, что у вас кто-то есть, и вот он бесится от этого. И если вы решили, что уже надо отойти, то есть надо действительно делать какие-то методики, потому что тут действительно сильная привязка, у кого-то даже кармическая связь, что прям тянет, вот видите, мужчину тянет тоже к вам, и вас тянет, и плюс еще у него же дьявол, он же сам в этом запутывает все так, что дышать невозможно. Ну, все-таки, что-то он будет, тут вот он возлагает на вас, вы сильнее, вы должны все и разруливать, а ему, ему это тяжело. Да, вот знаете, вот видите как, вот жизнь покажет, как там будет, буду я, я буду жертвой, или ты будешь жертвой, какая разница, жизнь идет, и она сама куда-то приведет, а он, понимаете, он все время в женщинах ищет какое-то прибежище, как собачка ищет себе, которая гуляет сама по себе, ищет себе будку, там, где ей будет хорошо жить. Вот здесь человек все время, в женщинах, ищет себе вот какое-то вот пристанище. И куда кривая выведет? Жизнь идет, и пусть идет, вот как получится, так получится. Ну, пойдет она ко мне там, на примирение, на мои условия, ну, тогда я посмотрю, а потом опять начало, начиная с начала, мычало, начиная с начала. Вот, вот такой расклад. Хотя я не могу сказать, вот как человек, как, например, с друзьями, там, с мужчинами, он очень необыкновенный, хороший друг. То есть его как-то воспринимают, с ним весело. Как в работе его тоже, если он начальник, то считают, что он достаточно хороший начальник. Если профессионал просто в своем деле, там, пекарь, водитель, или еще кто-то, я не говорю все профессии, потому что могут быть разные профессии, то тоже он ас, и он стремится подняться выше, в своем профессионализме. А вот в отношениях, нет, у него действительно рано с детства, или рано подростковое, которое не дает ему продвигаться в отношениях с женщинами. Он просто их, как коллекционирует. Для чего? Ну, поднять самооценку. Поймет? Ну, поймет. Это будет уже поздно, когда там встанет на пол шестого. И когда от него все дорогие люди, любимые, женщины, отойдут и не протянут ему руку помощь. Вот тогда он поймет, что такое значит женщина, что такое есть женщина и сила. Вот такой был расклад. А теперь я хочу с вами поговорить о ревности, которую вызывают мужчины специально у нас. Обычно это начинается сразу со знакомства. Вначале. Вот как бы вы есть, ой, а там вот другая на работе есть, там еще что-то описывает, вызывает у вас ревность. То есть вас уже посадили на крючок. И вы начинаете, у него может быть одна и две и три и пять там этих женщин. Ой, я там переписываюсь с Украины, с девочкой, я переписываюсь с Литвы. Вот тут у нас там приходила на работу вот такая вот Аня, и еще кто-то вот любые ситуации, которые он показывает, что он очень востребованный мужчина с женскими глазами и женскими телами. Вы начинаете ревновать. Вы начинаете беситься. И что вы делаете? Вы же должна быть первой. Как же так? Я должна победить в этой схватке. Я первая. А в это время, когда вы в этой схватке смотрите там, может быть, гадаете, может быть, даже что-то делаете от соперниц. Человек живет своей жизнью. Он может быть действительно там с кем-то из этих соперниц. Там он точно так же делает вот эту манипуляцию ревностью. И идет вот эта война. И что? И что выходит? То есть здесь никогда не будет победы. Здесь никогда вы не выиграете этого мужчину. Потому что этот мужчина будет поступать так всегда. Такие отношения нужно сразу, сразу закрывать. Не думать, что «Ой, нет, я самая лучшая». Да, если вы, допустим, в этой схватке между женщинами победили, и он на вас женился. А дальше очень хорошее, дальше то же самое. Вы уже там как бы закроете этот краник по ревности, там, не смей мне говорить, а некоторым и не закроешь. Он точно так же будет бегать под руки. И будет другими способами вызывать ревность. Например, телефон там, какое-то сообщение, еще что-то. И вы все время будете на крючке. И самое плохое в этом, что многие женщины вот в этой борьбе, даже если вы как бы считаете, что вы победили, вы абсолютно не победили. Даже если он будет с вами вместе. Вы будете расписаны. Вы муж и жена. Он будет точно так же продолжать с вами и с другими женщинами. И вы всегда будете в проигрыше. Потому что когда вот так все время на вот таком вот нервозе построено отношение на ревности, то тогда женщина что, идет иногда к гадалкам, идет к ведуньям, идет еще к кому-то и начинает делать, чтобы он пришел. Привороты, привязки. Понимаете? Потому что вот он, дьявол. Вот эта игра человека, манипуляция ревностью, приводит к тому, что дьявол и шайтан обуевают женщиной. Тут не бывает выигрыша женщины. Ни одна женщина у таких мужчин не выигрывается. А помните это. Если вы познакомились, и мужчина начинает рассказывать о каких-то других, или сравнивать, или что-то, это называется манипуляция ревностью. От такого мужчины надо бежать сразу. Вы никогда не будете первой. Вы будете всегда первая, вторая, третья, третья, первая, вторая, четвертая, пятая, десятая, и вот так вот все время по кругу. Помните об этом? Это психология. Это не ясновидение. Ясновидение, вот здесь были карты, я видела по ясновидению расклад. Я вам объяснила ситуацию. Бойтесь этого. Бежать тогда нужно быстро. Обычно это сразу при знакомстве. Сразу вот таким образом человек, он привык так это делать. Все женщины для него для использования. И он всех. Он-то куда хочет бегает, а вы его сидите единственное. Единственное. Вы не будете ни на кого смотреть. И будете ждать. Вот это ошибка. Тут никогда не будет нормальных отношений. Это уже человек, который моральный урод. Запомните. Если человек начинает так с вами, мужчина, это моральный урод. Все, бегите. Там вы ничего не переделаете, ничего не восстановите. А сейчас я вам желаю всем. Всех благ, радости, счастья. Начинается у нас, предупреждаю, послушайте все. Копите чеки от магазина. Я не знаю, на том канале или на этом, мы будем делать с вами ритуал на привлечение денег. Сейчас идет, будет идти прибыльная луна, и мы будем привлекать деньги. Чеки, где вы платили, там, за хлеб, за коммуналку. Но эти чеки должны быть оплачены только вашими деньгами, которые вы заработали. Нельзя, например, если даже, и только вы должны оплатить. Если, например, даже ребенок пошел с вашими деньгами и оплатил, нет, этот чек недействителен. Точно так же и про мужей, братьев, мам и всего прочего. Деньги должны быть заработаны вами, и оплата должна производиться только вами. Даже когда вы что-то покупаете по карте, то вам все равно приходит чек, и вам дают. И еще забирайте всегда чеки с магазина на кассе, особенно когда вы производите оплату через карту пластиковую, потому что на ней данные есть, и этим могут воспользоваться нечистые на руку люди. Забирайте всегда с кассы все чеки. Дома лучше их выкинете в унитаз, если они вам не нужны. А сейчас купим чеки, и через несколько дней мы будем проводить притягивание денег. Всех-всех благ. Пока-пока. С вами была Вивьена. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok